Мы слышали ответные слова творческой мамы, а сейчас хотелось бы пригласить на сцену родителей. Уважаемая Наталья Васильевна и Эдуард Леонидович на сцену. На сцену приглашаются Дмитрий Владимирович и Варвара Валерьевна. На сцену приглашаются Андрей Валентинович и Лада Геннадьевна. Разрешите вам вручить благодарность. Уважаемая Наталья Васильевна и Эдуард Леонидович, примите искреннюю благодарность за творческое воспитание дочери Ксении. Благодаря вашей поддержке и пониманию Ксения добилась высоких результатов в вокальном творчестве. Желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, удачи и оптимизма. Надеемся на дальнейшее сотрудничество. Уважаемые Дмитрий Владимирович и Варвара Валерьевна, примите искреннюю благодарность за творческое воспитание сына Александра. Благодаря вашей поддержке и пониманию Александр добился высоких результатов в вокальном творчестве. Уважаемые Андрей Валентинович и Лада Геннадьевна, примите искреннюю благодарность за творческое воспитание дочери Екатерины. Благодаря вашей поддержке и пониманию Екатерина добилась высоких результатов в вокальном творчестве. Желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и оптимизма. Надеемся на дальнейшее сотрудничество. Вот можно сказать и вся семья в дворе. Ответное слово. Хотелось бы сказать спасибо большое Наталье Ивановне и всему Дому культуры за то, что мы были на этой сцене, они нас учили чему-то вокалу. Но также я хотела бы сказать большое спасибо Виталию Владимировичу, Александру Евгеньевичу. Они нам всегда помогали музыке. Но я еще бы хотела сказать, что на этой сцене мы не только поем, мы открываем себя. Мы теперь можем держать себя спокойно на сцене, не боимся. В общем, сцена дает не только то, что мы вас радуем, может выступаем, поем, а еще другие качества. Любимая наша Наталья Ивановна, спасибо вам большое. Без вас бы вообще никогда ничего не получалось. Вот все награды какие-то, благодарности только благодаря ей. Без нее мы бы вообще ничего никогда не смогли. Она отдавала нам свой талант, свой труд. Это очень большая ее заслуга. Она стала нам как вторая мама. Мы ее очень все сильно любим. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Хочется сказать огромное спасибо, действительно, Наталье Ивановне. Без ее колоссального труда, который она вкладывала в нас, возможно, не было бы тех замечательных номеров, которые вы видели на этой сцене Дома культуры. Также я хочу сказать спасибо огромное всему коллективу ДК. Без них то, что вы видите на этой сцене, было бы серьезно невозможно. Тем более, вот колоссальные изменения происходят на сцене. Как вы видите, софиты, свет. Это все работа Центрального Дома культуры. Действительно, без этих людей шалинская жизнь была бы не настолько яркой и не настолько веселой и не настолько четкой. Хочется сказать спасибо еще всем тем, которые давали мне советы, которые помогали своим словом, делом, какими-то аплодисментами. Дело в том, что действительно, дорогой зритель, для меня нет большей награды, чем ваши аплодисменты, ваши чувства, которые вы испытываете, которые вы говорите, которые переполняют вас. Когда ходишь по шале, да, к тебе подходят люди, говорят, вот, здравствуй, блин, вообще, молодец, все поешь, хорошо. Действительно, продолжай. Вот, очень хочется, чтобы ты продолжил. Вот, это колоссальная радость на душе, когда человек тебя узнает и говорит, чтобы ты продолжал любимое дело. Спасибо зрителям, спасибо Центральный Дом культуры. Все было круто. Большое спасибо Наталье Ивановне за то, что когда-то взяла нас, научила, за терпение, за внимание. Хочу пожелать больших творческих успехов, побед и талантливых детей. Хочу присоединиться к поздравлению нашего педагога, человека, который научил моего сына петь. Низкий вам богок. А всем вам хочу сказать, любите своих детей, и у вас, и у ваших детей все получится. Наталья Ивановна, огромное спасибо. Ничего. Что же вы достали, как успех? Не лучше, чтобы не было, чтобы делать, чтобы не было. Спасибо. Итак, друзья, слова с благодарностью сказаны. А теперь под ваши аплодисменты выходит вокальная студия Ля-Ля-Фа полным составом. Для наших любимых Ля-Ля-Фашек мы приготовили такие очень интересные подарочки. Сегодня с этого праздника успеха каждый уйдет вот с таким замечательным буклетом. Вот в этом буклете собрана история этой вокальной студии за 15 лет. Надеемся, что развивающие, младшая, средняя группа и старшая на следующие пять лет внесут свой вклад в историю развития этого коллектива. Желаем творческих успехов. Мы всегда рады видеть вас на нашей сцене. Спасибо вам большое. С днем рождения, Ля-Ля-Фа. Один рождение еще впереди. Вы для нас, маленькие короли и королевы, под аплодисменты мы провожаем вас за кулисы. Друзья, на этой сцене для вас суперномер, который исполняет танцевальный коллектив «Бенефис» «Королева красоты». По периодам бродит лето, солнце льется прямо с крыш. В потоке солнечного света, уютка ты стоишь. Близка таблошками журналы, на них с востоком смотришь ты. Ты в журналах увидала королеву красоты. Красавец, видел ты немало, и в журналах и кино. Но ни одна из них не стала, лучше мило все равно. Я иду к тебе навстречу, и я несу тебе цветы, как единственные на свете королевы красоты. С тобой связан новенья. Ты жизнь и счастье, любовь, мальчик. Ла-па-ра-па, ла-па-ра-па, ла-па-ра-па. Ла-па-ра-па, ла-па-ра-па. Я одной тобой любуюсь, и ты сама не знаешь, что красотой затмешь в любую королеву красоты. И даже сам ты не заметил, как я вошла в твои мечты. Но ты не лезешь на свете королевы красоты. Ты жизнь и счастье, любовь, мальчик. Ла-ла-па-ра-па, ла-па-ра-па-ра-па. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. По периоду вроде ветра сонть и летит на стриж. По этой солнечного света улыбнят, ты стоишь. Я иду к тебе навстречу, и я рисую тебе цветы, как единственные на свете королевы красоты. Так чудесно в этом свете красоты.